238 единиц коммунально-уборочной техники и 82 средства малой механизации будут задействованы в зимний период для обслуживания территории Одинцовского округа. Глава муниципалитета Андрей Иванов осмотрел парк снегоуборочной техники, выслушал доклад ответственных лиц о готовности коммунальщиков к осенне-зимнему периоду и провел совещание. Мы с вами были вопросы по реагентам. Из последней презентации не хватало у нас скриптов. Следующий. Проверялся факт наличия на складе. У нас на сегодняшний день есть объединенная закупка. Она по этим муниципалитетам. Полторы тысячи тонн реагентов. Эти закупки наши включены. Округ уже обеспечен реагентами более чем на 80%. Оставшиеся 20 должны появиться до середины октября. Также для уборки будет задействован 651 дворник. Для работы инвентарь уже подготовлен. Это более 700 совковых лопат и 230 скрипков. Особое внимание – соблюдение регламента уборки территорий. Виды и сроки выполнения работы – это у нас подметание, зачистка снежных накатов, обработка территории ПГМ, вылаз снега. Подметание в течение двух часов после выпадения первых двух сантиметров, зачистка снежных накатов в пять часов, обработка территории ПГМ – это в течение двух часов после окончания снегопада и удаление снега и вылаз снежных навалов пять суток после окончания снегопада. Вывозить снег будут не четыре снегобазы. Они расположены в Одинцове, Кубинке, Ершовском и Успенском. Всего коммунальщикам предстоит убирать 763 детские площадки и почти полторы тысячи тротуаров. Более чем на 400 дворовых территориях. Считаю, что залогом качественного содержания территории это как раз грамотная координация и синхронизация всех участников, что называется, процесса.